Сегодняшняя тема. У Эледа однородная, расслаивание и сгустков не обнаружено, разносится без усилий, не полосит. Довольно тонкая, но питательная текстура, необходимая для восстановления поврежденной бритьем кожи. Бальзам снимает и предупреждает раздражение, препятствует врастанию волосков. Рекомендует блогер Инна Плетнева, собака иннамакиап.ком, бритье, раздражающее и обезвоживающее кожу, стало более щадящим, безопасным, легким и мягким. Гель для бритья содержит не только успокаивающую и увлажняющую термальную воду АВН, но и противовоспалительный компонент Ницидин. Рекомендует блогер собака Микупант Бьюти, каждое лето я использую этот гель для мытья лица и тела. Он отлично очищает без эффекта сухости. Я применяю его на бритые ноги и руки, и гель увлажняет и делает кожу мягче. Я пользовалась другими средствами с алоэ, но продукт от Сиздерма определенно мой любимец в бьюти тайнике. Возможно, он дороговат, но определенно более эффективен, чем многие магазины и средства. Он охлаждает и имеет превосходный запах. Рекомендует блогер Александра Кодина, собака Энтазиглос, у масла цветочный, свежий аромат. Оно увлажняет и оставляет приятное ощущение на коже. Его можно использовать после бритья или восковой депиляции. Теперь мне только нужен помощник, который будет втирать мне масло Леонор Греэль в плечи, пока я печатаю. Рекомендует блогер собака Липглаз Сгерль, уменьшает покраснение и воспаление на коже. К тому же, у средства от Филорга приятный цветочный запах. Рекомендует блогер собака Лил нижнее подчеркивание Ферри нижнее подчеркивание Дол, к сожалению, генетика наградила меня действительно сухой кожей, а с бальзамом от Ларош Посей кожа на руках, носу и коленях становится мягче. Я даже нанесла его под глаза, и никакого раздражения не появилось. Ура! Рекомендует блогер Лена собака Энтазиглос, восковые полоски веет быстро и очень чисто депилирует, хоть и не цепляют самые-самые маленькие волоски. После этого волосы растут более мягкими, тонкими и блеклыми, а в некоторых областях через какое-то время и вовсе перестают появляться. С проблемой вросших волосков после применения восковых полосок веет я вообще практически не сталкиваюсь. Эффекта хватает на 2 недели минимум. Рекомендует блогер Раксона Самохвалова, собака Раксис нижнее подчеркивание Чоис, как правило, я наношу это средство сразу после бритья, чтобы предотвратить врастание свежезбритых волосков и глубоко увлажнить кожу, а еще, конечно, ощутить невероятную гладкость кожи. Раскрываю еще одно неоспоримое для меня достоинство этого крема, крем пахнет цветущей липой. Этот по-настоящему летний и тонкий аромат всегда поднимает мне настроение по утрам, а запахи, особенно такие яркие и живые в уходе, я особенно ценю. Рекомендует блогер Наталья Король, собака Реалвман нижнее подчеркивание блогер, я сделала 3 курса реванола, волосы после них стали тоньше и мягче. Один курс применения 15 дней по 2 раза в день. С этим средством волос на моих руках стало меньше, издалека кажется, что их вовсе нет, а вблизи видно, что они стали светлыми. Рекомендует блогер Лаура, собака Тимптиздиарис, с этим кремом моя кожа выглядит фантастически. А ведь она никогда не бывает на 100% чистой. Теперь же у меня почти нет высыпаний, кожа более гладкая и увлажненная. Для меня это большое достижение. Чем запомнится это лето?